уважаемые львы и львицы всем доброго времени суток вы на канале око таро и с вами ольга сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на декабрь месяц каким для вас будет последний месяц уходящего года что вам в этом периоде предстоит сделать что нужно закрыть о чем нужно позаботиться расклад затронет все важные сферы вашей жизни и личные отношения и дом и семью и все что может касаться работы и финансов доходов и расходов также в раскладе будет две дополнительные карты скрытых факторов или карты форс-мажора одна карта для женщин и одна для мужчин также будет общая информация для всех и будет информация которую я могу немножко разграничивать между мужчинами и женщинами в особенности в конце поэтому смотрите внимательно надеюсь что будет интересно и можете сейчас просто подумать о том что для вас наиболее актуально и важно на этот месяц расклад вам может дать многие подсказки и советы но стоит обратить внимание на две центральные карты в раскладе и по вашему основному вопросу эти карты могут что-то рассказать та мысль которая для вас сейчас самая важна но и в целом я думаю что в любом случае будет интересно колода готова и я приступаю к выкладке уважаемые львы и львицы все карты перед вами и я приступаю к прочтению вашего расклада то что я вижу даже по старшим картам месяц может быть непростой но вам к этому не привыкать я вижу что в начало этого периода вы входите с хорошим настроением с верой в какие-то свои возможности очень много контактов связи общения в особенности того что может касаться работы заработка доходов и на первый план у вас и выходит работа финансы желание куда-либо свои деньги инвестировать так чтобы ваши деньги работали на вас и также вижу что вы еще кому-то помогаете рядом тем кто в этой помощи нуждается возможно и вам для каких-то более крупных проектов может быть абсолютно новых на которые вы возлагаете большие надежды нужно гораздо больше денег чем те которые есть наличие и может быть вы как раз обдумываете то где найти дополнительную сумму денег как провернуть какую-то сумму денег может быть как найти спонсоров для того чтобы решить вашу задачу но в основе я вижу карту башни а эта карта может говорить о том что что-то может не получаться что-то может срываться кто-то вас может подводить и сама по себе эта карта может показывать любые нервы в особенности в начале этого периода вы ничего не делаете для того чтобы этот негатив в вашей жизни появлялся но это те внешние факторы от которых вы можете зависеть в общем другие люди какие-то обстоятельства вы способны зарабатывать но тут же деньги тратятся я вижу что вам очень сложно накапливать деньги те у кого есть незакрытые вопросы в официальных домах по первой карте по башне обязательно любые старые конфликтные вопросы нужно закрывать тем более что в центр расклада выпала карта старшего аркана дьявола я вас предупреждала о том что то что касается вашего вопроса самого основного стоит обратить внимание на две центральные карты и по дьяволу конечно есть возможность ваш вопрос решить но тут нужны какие-то хитрости манипуляции определенные уловки и в то же время вы должны подчиняться другим людям и в вашем вопросе могут манипулировать также и вами но девятка монет которую я вижу сверху несмотря на то что это младший аркан все-таки одна из лучших карт младших арканов и она может говорить о том что возле вас могут вращаться немалые деньги и какие-то суммы у вас есть в наличии для того чтобы много решать возможно это что вам кто-то будет предлагать свою финансовую помощь если она вам нужна и вы действительно ищите спонсоров но по дьяволу это явно на условиях тех людей которые конечно же дают вам эти деньги и тут могут быть и тут могут быть достаточно сложные условия отдачи то что здесь есть какие-то большие процентные ставки это тоже однозначно но я вижу что вы в какой-то момент готовы рисковать потому что для вас выпла карта мага повешенный говорит о том что чего-то будете ожидать вроде бы с одной стороны центре я вижу то что что-то да происходит повешенный просто может говорить о том что вам чем-то приходится жертвовать ради каких-то своих высших целей высших достижений и тут же мы видим карту мага рядышком с дьяволом то есть вы показаны как прекрасные управленцы люди очень способные во всех смыслах слова чем бы вы не занимались вы можете быть очень грамотными людьми и вы способны даже вести сразу несколько интересных дел для себя еще чему-то учиться но есть внутренние страхи и есть некоторая неуверенность но внешне во многих вопросах вы проявляете невозмутимость и о том что может происходить вашей душе многие могут даже не догадываться вы можете быть реально очень хорошими игроками и азартными людьми по жизни вообще сама по себе карта дьявола может говорить о любых жизненных страстях будь то работа у кого-то отношения партнерские или личные не имеет значения также еще раз обращаю внимание на связку этих карт дьявол и маг выпали рядышком а это может говорить о том что в жизни кого-то из вас действительно есть магия либо вы сами владеете таким искусством либо у вас есть такие способности либо вы обращаетесь к таким людям или есть в планах обратиться потому что здесь могут быть любые ритуалы на коррекцию своей жизни и подчинение других людей своей воли но через магические практики если вы ничем этим не занимаетесь вообще стоит задуматься потому что на вас могут оказывать магическое давление попытки тут явно наблюдаются по этим картам и большая вероятность и того что если у вас что-то не ладится в начале этого периода либо в прошлые периоды вам в чем-то не везло не является ли это результатом вот таких вмешательств но тут и без магии хватает неразберихи по этому аркану поэтому в любых вопросах вам нужно быть гипервнимательными умными и хитрыми внешне вы должны людям показывать то что они от вас ожидают увидеть или услышать но при этом вы должны делать то что для вас является важным даже с помощью других а используя других в своих целях потому что если вы кого-то по этой карте не будете привлекать к своим задачам то явно так как дьявол выпал ваша склад эта карта проиграется тогда по-другому тогда вас кто-то будет чем-то использовать и для того чтобы не использовали вас лучше делайте это вы в раскладе также есть и карта колесницы она может предполагать любого рода движения когда для вас важно что-то сделать в короткие сроки либо срочно вы куда-то торопитесь вы куда-то едете вы с кем-то встречаетесь вы что-то обсуждаете и такие дороги значимые могут быть как в начале так и в конце этого периода потому что ваша склад также закрывает шестерка жезлов она может показывать любой успех возможности но также и дороги до этой карта мы еще дойдем если говорить о том каким или какой вас видит ваше окружение вас видят как человека очень практичного грамотного в делах человека с которым можно иметь дело вам доверяют и уже первый аркан говорит о том что вы эти деньги будете иметь в руках то есть заработать сможете либо у кого-то у тех кто без работы это могут быть любые дополнительные заработки или то что кто-то финансово вас также может поддерживать то что касается вопросов здоровья здесь в большей степени показана нервная система и область головы и шеи огромные эмоциональные всплески в особенности в начале месяца когда вам сложно свои эмоции держать в узде и возможно даже вы сами на ком-то способны сорваться или возможно вы стремитесь какому-то конфликту для того чтобы какой-то вопрос с помощью может быть конфликта или довольно таки жестких мер решить раз и навсегда а вас ранее по этому аркану кто-то уже подводил то что касается вопросов в целом сохраняйте спокойствие в любых жизненных ситуациях потому что нервы вас могут немножечко выбивать из нормальной жизненной колеи и по каким органам будут бить ваши нервы непонятно в целом не мешало бы укрепить иммунитет по этому аркану также вам нужно беречь ноги а это может говорить о том что есть какие-то проблемки и еще на что расклад делает акцент это на быструю езду если вы любители острых ощущений адреналина и вы на дорогах гоняетесь по придержите своих лошадей потому что могут быть аварийные ситуации вы предупреждены значит вооружены тише едешь дальше будешь и так же если вы едете на дальние расстояния куда-то на своем транспорте перед тем делайте технический осмотр для того чтобы в дороге не возникало каких-либо казусов то что касается профессиональной сферы те кто при работе я вижу что вы свою работу не теряется она при вас заработать сможете радоваться каким-то доходом и общению в работе будете хорошие карты и для семейного бизнеса и для тех кто работает на себя и для тех кто работает на кого-то в любом случае я вижу что вы занимаете лидерские позиции вы способны чем-то управлять люди за вами идут люди вас слышат поэтому тут положительный взаимообмен энергиями в целом но скорее всего в недавнем прошлом в работе были некие проблемы также я вижу что у кого-то есть мысли об отдыхе об этом может говорить верхний аркан то что вы хотите может быть кому-то поехать в гости кого-то пригласить к себе и в связи с этим может быть вы берете больше выходных но работа при вас то что касается совета для вас в работе вы много очень верно делаете очень правильно мыслите поэтому идите к своим целям и в самом прямом смысле слова пытайтесь управлять не только работой но и людьми у вас очень хорошие организаторские способности ну а теперь посмотрим что ждет те кто в этот период вошел не работая первым арканом выпало двойка монет то есть есть какие-то небольшие деньги у кого-то это может быть небольшая подработка явно вас кто-то поддерживает по четверке жезлов потому что карта показывает кого-то из близких из семьи даже если вы где-то не работаете официально или неофициально все равно вы как белка в колесе каждый день для тех кто работу ищет в этом периоде вам могут предлагать что-то для вас не очень интересно по деньгам поэтому если вы хотите что-то более стоящее стоит подождать также для тех кто на пенсии или вы например смотрите за детьми или еще вы по каким-то причинам дома то что у вас может быть подработка при желании это тоже важно то есть здесь все зависит от вас ну а теперь переходим снова в центр вашего расклада и хочу добавить что эти карты показывают какие-то денежные манипуляции возможно даже рискованные манипуляции меня могут смотреть люди вообще азартные по жизни поэтому и информация идет такой очень много интриг по дьяволу это всегда и чья-то зависть еще это двуличие в отношении вас поэтому вам нужно быть очень хорошими психологами для того чтобы кому-то не позволять вводить себя в заблуждение а по этой карте кто-то пытается где-то играть или на ваших чувствах или на ваших эмоциях или какую-то информацию вы можете получать искаженную поэтому все перепроверяйте не стоит верить кому-то на слово для кого-то карта дьявола может показывать неофициальный доход или любые теневые сделки рядом с вами это могут быть какие-то чиновники высокопоставленные лица либо кто-то из вас сам таковыми является и об этом тоже могут говорить два вот этих аркана может быть кто-то работает в силовых структурах или рядом с и люди которые могут являться милиции полиции налоговой если кто-то из вас все-таки мечтает о продвижении вперед о том чтобы обойти в чем-то своих соперников или конкурентов которых у вас по центральной карте предостаточно сделать это сложно потому что вам помехи могут создавать постоянно вам долго что-то могут обещать но по факту не выполнять или не сдерживать своих обязательств те люди от которых вы можете зависеть у тех у кого есть долги или кредиты несмотря на то что могут быть некоторые финансовые сложности перекрывать как-то может быть временно что-то по кредитам или долгам вы можете если у вас есть собственные должники явно те люди которые вам должны у них деньги есть но они вам просто не возвращают и могут рассказывать вам длительное время сказки заставляя вас во что-то верить вы по этой карте должны быть как уж или как змея для того чтобы проскользнуть между своими врагами слиться с толпой и сделать свое дело вы здесь показано как мастер перевоплощений если в вашей душе возникает какая-то жалость в отношении тех людей от которых исходит негатив то ваши враги вас тут точно не пожалеют поэтому действуйте то что касается личной жизни переходим к нашим семейным парам для вас выпала карта повешенного и карта старшего аркана мага оба в отношениях главные именно поэтому часто может возникать недопонимания или вы чувствуете себя как заложник или заложница в этих отношениях партнер постоянно перетягивает внимание на себя и постоянно где-то пытается играть вами и если меня смотрит женщина то все-таки мужчина пытается как-то вас где-то в чем-то подавить но делает это очень красиво очень грамотно ну и если меня смотрят мужчины львы то вы сами вот как раз такими манипуляторами и являетесь у вас в голове масса каких-то идей каких-то новых проектов которые вы хотели бы запускать в жизнь возможно вам нужна поддержка или помощь вашей второй половинки но ваша вторая половинка понимает что все это тяжело что все это сейчас каких-либо ограничениях особо вам помочь не может но и повлиять как-то на вас не может потому что вижу что вы все равно делаете то что задумали но однозначно ваш дом помогу будут поступать благо и даже могут быть определенные обновления хочу добавить что если меня смотрят люди практики которые действительно увлекаются магией в этом периоде вас ждет очень много заказов и возможно вы какие-то работы будете явно тут делать для себя но именно в этом месяце зимнее солнцестояние один из самых сильных дней в магии и те кто знает что в этот день любая работа может хорошо лечь конечно же будут работать теперь посмотрим что ждет наших свободных львов и львиц для вас выпала шестерка жезлов и четверка чаш вы очень привлекательны вы никого в отношении себя не оставляет равнодушными но выбираете именно вы они вас выбирают в любых отношениях вы всегда номер один вы никогда не будете на вторых ролях поэтому если рядом с вами будет такой же сильный человек как и вы вам будет тяжело но если будет человек намного слабее вас вам с таким просто будет неинтересно рядышком с вами должен быть человек с которым у вас могли бы быть общей цели общие задачи общие желания и надежды для наших свободных я вижу что с вами могут пытаться знакомиться но вы не каждого еще человека впустите в свою жизнь вы долго размышляете нужны вам эти отношения не нужны достоин ли вас человек а вам нужен достойнейший из достойных поэтому продолжайте поиск если вы в ком-то сомневаетесь хоть на йоту если вы уже в паре отношения явно будут развиваться но у вас здесь все равно какая-то хандра идет постоянный внутренний анализ буквально всего происходящего но это нормально вы просто не хотите повторять прошлых ошибок и тут тоже может быть такое что один из партнеров по-любому перетягивает на себя больше внимания а второму это может не нравится но теперь посмотрим что вам нужно знать еще что в скрытых факторах или форс-мажори для женщин выпала карта туза чаш одна из лучших карт младших арканов и она может показывать приятные известия приятный отдых приятное общение чью-то любое в отношении вас счета признания в любви это могут быть и какие-то творческие начинания важные для вас для кого-то это развитие абсолютно новых отношений так как эта карта все-таки скрыта была от ваших глаз и конечно вашу жизнь могут притянуться какие-то благоприятные новые обстоятельства которыми вы непременно сумеете воспользоваться все неплохо то есть скрытых факторах мы не видим негатива это уже важно информация для мужчин для мужчин выпала пятерка жезлов тут борьба мы видим пятеро людей которые буквально дерутся на палках на жезлах а это может говорить о том что кто-то вас сознательно может провоцировать на какие-то конфликты выяснения отношений вас могут в чем-то обвинять вас могут в чем-то подставлять и не случайно мы видели в центре 15 старший аркан и я так полагаю что какие-то ваши злопыхатели себя еще по этой карте проявят кого-то очень могут бесить ваши успехи или ваши достижения кто-то просто пытается вам перейти дорогу это тоже нужно учитывать в целом если не брать того фактора что на начало этого периода выпла карта башни которая может показывать любые непростые ситуации житейские из-за которых у вас не спокойствие прослушав расклад я думаю что вы сможете избежать действительно многих ошибок а карты вас предупреждают о многом вам нужно быть хитрее чем кто-то по центральной карте но теперь давайте посмотрим какой аркан остался на дне колоды от этой карты тоже может зависеть много здесь мы видим карту пажа монет эта карта ежедневного труда она может показывать как траты такие какие-то небольшие финансовые поступления но приходится постоянно трудиться постоянно быть в тонусе для тех кто учится вы учите сами или у вас есть дети учащиеся стоит им также особое внимание обратить на вопросы учебы обязательно продолжать развиваться и не останавливаться ни в чем на полпути эта карта тоже показывает непростого малого с виду такого человека просточка спокойного уравновешенного но внутри вас может бушевать целый океан страстей судя по центральному аркану уважаемые львы и львицы таким для вас был расклад на декабрь благодарю вас за просмотр и подписывайтесь все те кто еще не подписан и всем вам хорошего периода у нас еще есть еженедельные прогнозы в которых я вас всех буду ждать всем до свидания и